Попробую, кто хочет свободно высказать свое мнение, к сожалению, только на этом митинге, только мы друг друга можем высказать и попытаться сделать так, чтобы нас услышали все. Кто хочет сказать пару слов, пожалуйста, подходите. С удовольствием выслышаем каждого. Каждое мнение будет учтено. К сожалению, пока на данный момент, кроме нас с вами, никто не слышит. Только мы друг друга понимаем, какое тяжелое время сейчас наступает. Вчера... Проходите, пожалуйста. Вчера мы записали обращение к единственному легитимному президенту, это Виктору Федоровичу Януковичу. Только он... Мы потребовали, чтобы он приехал сюда и навел этот порядок в этой стране, в нашем регионе. Потому что то, что сейчас творится в Украине, это фашизм, нацизм, процветание. Никогда Донбасс не позволит этого сделать. Вот бабочка хочет сказать пару слов. Так, жители Мариуполя, послушайте меня, что творится в стране? Значит, нас куда ходят таскать? В ЕС для какого... Для чего? Во-первых, сказали, что... Во-первых, сказали... Это... С института... С Днепропетровска, по-моему. Какая-то там профессор. Не волнуйтесь. У нас открытые будут, значит, границы. Будет безвызовый режим. И нужны будут в Америку туда... Люди откроются, значит, не будет безработицы. Женщины будут нянчить там детей и будут смотреть за стариками. А нам они, значит, что предлагают? Мужчинам нашим на пенсию идти в 65 лет. Женщины в 63 года. У меня сыну исполнилось 4 месяца тому назад 60 лет. Раз получил пенсию, его нет. Вот такая продолжительность жизни. Теперь Яценюк выступал. Значит, у нас у всех будет земля гореть под ногами. И он пройдет и год, и два. Он нас будет искать. Значит, он считает себя премьером и будет работать в уголовном розыске. И будет нас выдавать Меркель. Адава с венцами там печи разживет и будет нас сжечь. Что нас ожидает? Когда он увидел, что у него земля качается под ногами, он другое начал говорить. Что он нам предлагает? Значит, наш регион будет сам своими деньгами командовать. Наш регион будет заниматься выборами своих местных советов. Но вы просите идите голосовать 25 мая. А это, что он обещает, это будет в следующем году. Ты умри сегодня, а я умру завтра. Этого нельзя допустить. Надо, чтобы Янукович... Нам избранный президент. Если у нас Украина демократическое государство, пускай же они поступают так, как надо. Почему ЕС предлагает, чтобы у нас тарифы изменили? Чтобы нам возраст добавили, пенсион этот? Почему? Нам и командует Америка. Мы же не командуем. Что там с Обамой у них? Нам это не надо. Пускай они нас оставят покои. Вот это вот мое решение такое. Это вообще безобразие, что творится в стране. Правильно. Просим Януковича вернуться. И вернуть свои права. Потому что какой он хороший, плохой. На него это был вооруженный переворот. Это же не революция. Янукович каждый квартал понемножку пенсии добавлял. Понемножку добавлял зарплаты. Матерям с детьми платил. А теперь они сделали, что все эти годы снимут. Ни мамочки получать не будут. Ни участники войны, ни дети войны. И зарплаты не будет. Значит, хочешь, не хочешь, надо чем-то заниматься. Теперь этот экстремистый Ярош. Он вчера сказал по телевизору, что его политика автомат Калашникова. Они нас сделали заложниками. Вокруг нашего региона. Кругом понаставили постмосты эти. Понарыли ямы. И нам будет трондец. Если вспыхнет только война. Если они до этого допустят, так мы останемся. Мы сейчас, как Ленинград, в блокаде. Не допустить этого. Не будьте глупыми. Теперь ходят, отбирает он в газете, написал Токарский вчера, что ходят и требуют паспорта. Рвут паспорта. Чем это чревато? Паспорт вас порвали. Если вы будете даже в списке, пойдете вы на голосование. А вас там нет. Кто вы без паспорта? Никто. И вашими бюллетенями они будут пользоваться. И сделают так, чтобы протянут опять себя туда, куда им надо. Это экстремисты. Это бандиты у власти. Не верим мы им. Все. Мне 82 года. Мне уже все равно. Но у меня есть внуки, есть правнуки. И также у вас есть дети. Думайте о их будущем. Нам уже барабан. У нас есть четкая позиция. В Киеве произошел силовой захват власти. К сожалению, Европа и Америка полностью признают эту власть легитимной. Мы ни в коем случае, никогда, никогда мы не позволим, чтобы эти захватчики руководили нами здесь. И вступать в Евросоюз, когда уже подписались сейчас 21 числа, первоначально, первоначально они уже начинают постепенно входить в Евросоюз. Тем самым мы с вами. Мы никогда не признаем эту нелегитимную власть. Все назначения их не легитимны. Торуто, это то же самое, назначение этого губернатора нелегитимно. У нас есть сейчас Павел Губарев. Свободу Павлу Губареву. Свободу. Сейчас на нас, на всех. Губарев. Губарев. Мы всеми возможными способами, мы всеми возможными способами пытаемся остановить этот накал, который здесь. Сейчас уже в село боевое, 16 БТРов. Рядом стоит 4 танка, боевые вертолеты летают Мариуполем. Когда такое было? В Анатолии стоят части уже вооруженные целиком. Они все идут на границу с Россией. Кто хочет воевать с Россией? У кого в голове такая рана большая? Это наш братский народ. С Россией мы всегда с нами. У нас с Россией течет одна кровь. Никогда не позволим мы с Россией какие-то негативные отношения. Это мы одна семья. Россия, Украина, Беларусь. Вместе мы святая Русь. И так было всегда, и так будет. Россия! 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 Ну, недавно, на днях, позавчера, также погиб украинский вооруженный человек, который служит Украине, и человек с самообороны Крыма. А работал третий со стороны Европы, третий человек. Убил и того, и того, уже смерть. Смерть по нашим городам уже идет. Точно так же они хотят сделать, как это было на Майдане, сейчас они хотят сделать точно так же на Новоазовской границе. Сейчас наши придут, мы просто, как у них говорят, учения. Мы никуда не подъедем, они говорят, просто у нас учения. Сейчас эти учения перерастут в кровь. Зачем? Кому кровь нужна здесь? Мы за мир, мы не хотим войны, нам не с кем воевать. Мы ничего не боимся, пускай возбуждают, что хотят, мы знаем, что за нами правда. И только правда, и когда мы друг друга, только друг за друга, когда в настоящей жизни все Донбасс встанет и покажет. Сейчас правый сектор отказывается уже сдавать оружие. Они официально заявили, что они будут партия. Партия, которая войдет в каждый город, в Верховную Раду. И как они будут с оружием заходить в любые государственные учреждения и командовать свои правила. Как это? Мы не позволим, чтобы в Мариуполе и в Донбассе не будет этого. Только каждый человек. Мы, когда проведем референдум, а мы его проведем, чтобы каждый человек Донбасса смог провести собственное мнение. Как нам жить? Кого нам назначать на должности? Чтобы нас услышали. Мы проведем референдум. Мы от нас с нашим, как бы они этого не хотели. Мы за референдум! 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 Позвольте, Роман, который тоже с нами. Мы вместе с первого дня с самообороной Мариуполя. Они все всегда выезжают на все горячие точки, когда у нас происходит. Он очень серьезный активист. Очень много его знает. И мы его очень сильно поддерживаем также. Здравствуйте, земляки! Первое, что хочу сказать вам. Низкий поклон за то, что поддерживаете нашу самооборону, за то, что поддерживаете движение сопротивления фашизму в нашем городе и в нашем Донбассе. Со вчерашнего дня организовывается палаточный лагерь с целью агитационно-информационного обеспечения жителей города по ситуации как у нас в стране, так и в области. Мы уведомили наши городские власти по поводу нашего лагеря. Он абсолютно сейчас на законных основаниях формируется, организовывается. Общественность активно нам помогает и питанием, и финансовую поддержку оказывает. В любом случае, необходимо и дальше нам быть сплоченными, вместе, единым фронтом выступить против врагов, которые идут из Киева и западной Украины, которые, как уже объявили, правый сектор сформировался в партию. Но для нас это банда. Для нас, для жителей этого города, мы знаем, кто такие фашисты. Наша земля Донбасса, да и всей Украины в 1941-1943 году полита кровью наших дедов, миллионов наших предков. Погибла от фашистов, в том числе от рук бандеровцев, от этих современных оголтелых молодчиков, которые кричат «Слава Украине! Бандера! Герои!» и тому подобное. На нашем Юго-Востоке таких кричевок никогда не было. Мы всегда были за союз трех братских народов России, Белоруссии, Украины. И на этом стоим и будем стоять. Наше дело правое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 сообщение, что киевские власти решили отменить святой для каждого нормального человека праздник 9 мая. Праздник 1 мая и 8 марта. Хочется откровенно скажу, плюнуть в лицо тому человеку, который может вообще язык повернется сказать, отменить праздник 9 мая. 27 миллионов человек советских людей, наших с вами дедов. И погибло от рук фашистов. И теперь кто-то может открыто говорить, чтобы этот праздник не было его в нашей стране. Позор! Позор фашистам! Позор бандеровцам! Современным пособникам украинского национализма! Позор! 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 На сегодняшний день мы формируем... Мы обсуждаем... Всем надо будет... Общественность обсуждает мирное решение по возможности этой сложной ситуации нашей. Мы настоим на грани гражданской войны в стране. Единственным... Один из единственных логических разрешений данной ситуации может быть референдум жителей Юго-Востока Украины, чтобы наше слово было услышано в Киеве, в Европе, в мире, в России о том, что мы не хотим фашизма, что мы не признаем киевскую нелегитимную власть. Более того, на сегодняшний день в Донбассе выдвигаются лозунги о том, чтобы наш любимый, с иронией скажу, президент Янукович, чтобы он появился, вернулся в Украину и чтобы его можно было использовать для того, чтобы он смог защитить силы антифашизма в нашей стране, чтобы можно было сказать нет фашистской хунте в Киеве с помощью Януковича. Не знаю, насколько это будет возможным, но тем не менее, это тоже один из вариантов работы. Работы, которая идет пока в легальном, в законном русле. Спасибо вам за поддержку организации антифашистский комитет Мариуполя. Спасибо за поддержку в организации палаточного городка. Я хочу, чтобы мы не расслаблялись. На самом деле ситуация очень сложная. Нужно собираться по первому зову. Уже было, вы знаете, в Донбассе, в Мариуполе в том числе, заводятся уголовные дела на активистов за то, что мы выступаем на митинге. Пытаемся остановить начало войны, войны с братской Россией. Вот, поэтому, если будут задержания, аресты наших активистов, я хочу, чтобы народ массово вышел с пикетом, протестом против задержания наших активистов-антифашистов. Не допустим этого. Мы по секунду из референдума за них вот тянем. Почему бы как в трюму, а? Чтобы это было быстро. Еще важная информация. Вчера дошла из проверенных источников следующая информация. Один из соратников арестованного СБУ Губарева, Мариуполец Роберт Доня, был задержан неизвестными людьми, вероятно, киевской СБУ на трассе в районе села Мангуш. Как стало известно, его отпустили, да? В общем, ну, его отпустили, по всей видимости, благодаря активной общественной позиции с требованием недопущения ареста активистов, антифашистов. Поэтому, когда мы вместе с нами будут считаться, когда мы врозь разобщены, нас сломают. Это нужно знать и помнить. Спасибо, Мариуполь. Выстанем? Фашизм не пройдет. Дорогие мариупольцы, я вчера просидела, наверное, до часу ночи и у меня, ну, как говорится, я сочинила стихотворение. Я прошу просто вашего внимания. А галтелые нацисты так распоясались на костях героев наших, лихо расплясались, привели страну к разрухе, смути и раздору, приковали Украину ко столбу позора. Вот уже вернули Юльку золотую ручку, будет дальше та злодейка творить свои штучки. Нет, халуйские злодеи западного рода, вам не пить уж больше крови нашего народа. Хватит звезды выжигать в душах и на теле. Много мы от вас, фашисты, в той иной терпели, но сейчас терпеть не стали. Убирайтесь с хроны и заройтесь там поглубже, чтобы вас не достали. Пусть нацистские герои, Бандера, Петлюра, канут в лету, в никуда, как макулатура. И не снилось, не могу, волнуясь, и не снилось, и не снилось, и не снилось страшных снах, что случится с нами, как соседи и друзья станут вдруг врагами. Кто в Россию, кто в ЕС, Украину тянут и понять никак не могут, что ЕС, в ЕС обманут. И одна Россия-мать ждет народ славянский, под крыло свое зовет, люд наш христианский. Верю я, верю, это скоро будет, непременно будет. Мы придем к тебе, Россия, счастья мы добудем. Мы согласны пережить кризис и невзгоды, лишь бы были в государстве счастливы народы. Уважаемые пусть будут языки всех наций, и не надо нам для дружбы глупых прокламаций. Пусть живут спокойно люди и в стране, и в Раде. Скажем дружно свое «нет», мы фашистской громаде. Мариупольцы, земляки, мы трудовой народ. Мы не такие, как те бендеровцы по первому кличу. По первой купюре, с которой сейчас на новых долларах изображены сиинские кресты, встали и пошли уничтожать законную власть, уничтожать законного президента. Внимание! Фашизм наступает! Создана партия правого сектора, и на первом тайном соседании своем, куда пустили только избранных профашистских журналистов, они избрали единым кандидатом от своей партии на выборы на место президента Ляшко. Каждый знает, кто такой Ляшко. Он еще, будучи молодым парнем, его задерживала милиция за гомосексуализм. Кто правит нами? Кто хочет нами править? Разве мы этого допустим? Мы не хотим войны. Но если нужно, мы возьмем все как один, и женщины, и старухи, и старики, возьмем такие же дубины и пойдем уничтожать эту фашистскую мразь. Не пропустим. Фашизм не пройдет. Фашизм не пройдет! 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 День добрый, Марьюпольцев. Многие, наверное, меня знают. Моя фамилия Вереникин, зовут Виктор Николаевич, можно. Я в основном журналист. Если помните, часто проводил вечера Высоцкого рядом, вот тут метров 50 или 100. А в данном случае я выступаю еще как представитель партии «Русский блок». Есть такая партия, как говорил Ильич, она находится в Севастополе и сыграла большую роль в этот центр Севастополя. Я думаю, теперь эта партия переедет в Донецк, потому что вроде как сейчас... Но эта партия, украинская, чтобы вы знали, она полностью на всех законных основаниях существует. Она участвовала в выборах и набрала более 1%, к сожалению, немного, но набрала. Мы здесь стояли, если помните, с этим флагом, который вот впереди, и голосовали за нас, и мы спасибо людям. А я хочу сейчас выступить еще как журналист, потому что, ну, как говорится, у каждого свое. У кого оружие, у меня оружие и перо. Сегодня утром я написал листовку, ее можно будет знакомиться, и через меня, и она будет вот в палатках. Послушайте, «Русский мир в опасности». Знак возблицания. Фашизм пришел на Украину. Прозападные профашистские партии Украины добились своего. С помощью так называемого «Майтана» они пришли к власти. Сам этот «Майтан» был организован, проплачен и обеспечен вооруженными боевиками Западом, прежде всего США, и украинскими олигархами, прежде всего Порошенко и Коломойским. По Киеву и другим городам передвигаются вооруженные банды боевиков, объединений и организаций, «Свобода», «Трезуб», «Правый сектор», «Спильный» с «Правы» в скобках СС. Автом «Майтана», так называемые «Патриоты Украины». Представьте, как их много уже развелось, ребята. Они грабят магазины, жгут автомашины, избивают ни в чем не повинных людей, создают провокации на востоке и юге страны, в том числе в Донецке. В Харькове убиты двое антифашистов. Есть информация по интернету, что и до сих пор продолжается издевательство на сегодняшний день. Новая власть уже подписала политическую часть соглашения об ассоциации с Евросоюзом, что приведет к потере суверенитета нашей страны и превращению в колонии Западной Европы. Одновременно это прямой путь к вступлению Украины в агрессивный блок НАТО. Все это влечет реальную угрозу не только для Украины, но и для России, а значит для всего русского мира, центром которым она является на протяжении многих столетий. Кстати, было время, когда Украина была, Киев, мать городов русских, центром русского мира. Свою агрессивность к русскому миру, свое новое антинародное руководство Украины продемонстрировало первый же день прихода к власти, отменив закон об основе государственной языковой политики Ковалова-Колесниченко от 3 июля 2012 года. Этот закон предусматривал возможность официального использования двух и более языков в регионах, где численность нас меньшинств превышала 10% от общего населения. Для русского языка это распространялось на большинство областей Украины, где проживало около 30 миллионов русскоговорящих жителей. Надо сказать, что до сих пор не было ни одного закона или ни одного нормативного акта, который защищал бы русский язык. Я этим занимался как журналист, несколько раз был здесь в властях, брал в отделе образования статистику. Она кошмарная, она просто идет к уничтожению русского языка. Детские садики 90%, школы 80%, вузы 100% все. Вот, то есть убивают язык. При этом говорят, а что вы, мол, вам же не запрещают говорить? Вот надо бы, чтобы поставили по два майдановца с автоматами и запрещали говорить на народном языке. Это просто издевательство, друзья мои. Далее. А причем, значит, лидер всеукраинского объединения «Свобода», «Тихни Бог» и другие националисты инициирует приостановление трансляции российских телеканалов. Призывает полностью запретить использование русского языка и ввести уголовную ответственность. Послушайте, уголовную за его применение. В проекте нового закона о языках планируется вообще отказаться от кириллицы и перейти на латиницу. То есть, хотят заставить нас писать уже латинскими буквами, там, где сейчас у нас русский язык. Я считаю, что это равносильно безумию. Наша страна является частью русской цивилизации. Более того, тысячу лет назад она была его ядром. Киев, мать городов русских, вспомним. Поэтому именно Украину Запад пытается использовать в качестве плацдарма давление на своего основного противника – Россию, которая стоит на пути в США к мировому господству. К сожалению, в американском фарватере идет Евросоюз, так как не осмиривается противоречие США. Поэтому сейчас и создается впечатление, что весь мир против того, что Россия подсоединилась с Крымом. А ведь фактически против только одних США. Они боятся усиления России. А все остальные просто боятся штатов и поэтому подтакивают им. Это надо знать и понимать, что нормальные люди во всех странах поддерживают Россию. и рады тому, что Крым стал русским. Потому что именно для нас эта защита. Сейчас чуть об этом тоже скажу. К сожалению, слава Богу, Россия решительно поддержала Крым в его стремлении стать частью русского мира. Благодаря этому удалось остановить расползание фашизма по Украине и тем самым избежать гражданской войны, которую западные кукловоды в дальнейшем постарались бы перенести на территорию России. Воссоединение Крыма с Россией очень важный шаг в деле спасения русского мира от нашествия фашистской чумы. Фактически Россия защитила не только население Крымского полуострова, но и жителей Юго-Восточной Украины и возможно всей Украины и Европы. Крым спасен. Теперь надо спасать от фашистов всю Украину. А возможно всю Украину. Нужно понять, что Украина подверглась внешней агрессии со стороны США и ЕС, которые спонсируют боевиков и поддерживают ее дипломатически. Доказательства этого достаточно. Если кому не трудно, зайдите в интернет, прочтите то, что подписал Яценюк под названием политическая часть вот этой ассоциации и вы поймете, полностью все права передаются, то есть наша страна уже становится не самостоятельной. Там комитет ЕС, там какой-то совет ЕС, все только через них. То есть мы уже, и плюс, нас прямо ведут в НАТО. Там четко, что все, кто подписывает врубает такие документы, ориентируется только на НАТО. Вот что уже происходит. Значит, нужно показать мировому сообществу, что Украина стала очередной жертвой агрессии США и ЕС, как Ирак, Ливия, Сирия, Афганистан и другие страны. Они еще не бомбят нас, но, наверное, будут. Поэтому надо выступать за освобождение всей Украины, вот конкретно. А не только ее отдельных частей, чтобы не отдельно Мариуполь или Донбасс, но вся Украина, а понять, что простым людям на Западной Украине еще труднее бороться с фашизмом, чем в других регионах. Понимание факта внешней агрессии США и Евросоюза на Украину дает возможность в борьбе за освобождение нашей страны опереться на конвенцию ООН, которая запрещает интервенцию и рассчитывать на поддержку России. Значит, поэтому я завершаю. Значит, нужно как один выступить против фашизма за свободу Украины. А конкретно, я думаю, нам нужно определиться с лидерами. Нам надо, чтобы поддерживали наши интересы восточной и южной Украины, такие люди, как Вадим Колесниченко, Олег Царев, Наталья Витренко. Вот эти люди, вот эти люди, если кто-то из них придет на пост президента, они не позволят нашей стране скатиться к фашизму. Фашизму нет! 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 Нас попросили Бабушка! Из дитя войны, ее матери, оригинал письма 44-го года. Капитан гвардии Илюхин написал письмо И тяжело читать, я прочитаю это письмо Уважаемая Илья Ивановна, рядовой сержантский офицерский состав нашей гвардейской части Где служил ваш муж, материнский Анисим Максимович Шлет вам гвардейский привет и много наилучших пожеланий в вашей жизни Илья Ивановна, ваш муж Анисим Максимович в боях за нашу любимую родину Прожив против немецкого фашистского захватчика Не раз показал смелость и геройство За что награжден высокими правительственными наградами Сообщаем вам, что Анисим Максимович недавно в боях снова показал смелость и геройство За что награжден медалью за отвагу Мы гордимся вашим мужем, который дважды награжден правительственными наградами Орденом Красной Звезды и медалью за отвагу И надеемся, что вы своим трудом в тылу поможете нам приблизить нас в час полного разгрома общего врага Недалеко в то время, когда придем в Германию Немецкая армия будет разбита И Анисим Максимович с победой вернется в родной дом Желаем вам, Ульяна Ивановна, здоровья и долголетия жизни С гвардейским приветом к вам Оригинал письма даже плохо сохранилось Очень тяжело Сейчас это письмо точно так же к каждому из нас, можно сказать, относится Никогда мы не позволим, чтобы эти такие же немецкие фашистские захватчики Пришли на нашу родину и творили то же самое Вот они, герои, когда как мы можем издеваться над памятниками великому советскому солдату Когда они проливали кровь за нашу родину, за наше будущее И мы точно так же не позволим, чтобы сюда пришли и издевались над нашими предками Над памятью нашей предки, на то же самое, как на 9 мая 9 мая в этом году мы сделаем такое, как никогда не было Никогда такого не было 9 мая Мы прославим наши предки, которые воевали за нашу родину И совесть не позволит нам У нас четкая позиция Мы всегда прославляем и будем уважать наших великих ветеранов, которые проливали кровь за нашу родину А мы просто так сидя дома, никто из нас победы не будет Каждый, если мы здесь выйдем, все вместе станем И тогда Донбасс покажет, что такое Донбасс Донбасс всегда был со своим мнением Никогда фашисты сюда не придут и не будут нам указывать, что нам делать И как нам указывать Спасибо большое Спасибо большое за это письмо Дорогие соотечественники Дорогие соотечественники Я хотела давно это письмо отослать Или вжди меня, или куда-нибудь Ведь я хотела подчеркнуть этого человека, который прислал письмо в тыл Матерей поддерживал, нас, детей, матерей Он находил время во время войны писать домой Вот передышку, вот такие письма Число Это число 6, 9, 44 года Вот это письмо мать моя получила вместе с нами, с детьми Слава таким людям Я бы хотела знать, жив этот человек, нет Или очень хотелось обзнать Мои дети его Вот они не знают о нем ничего А я сохранила это письмо Я хотела бы его адресату-то доправить Но как не знаю Максерокопируем это письмо, выложим в интернет Может найдутся люди, которые помогут нам найти А что наши власти молчат? Что они прячутся за вот этими милицамерами? А почему не выброс? Да нет, зачем раз, почему? Да нет Дорогие мореубольцы, сегодня я пришла на митинг четвертый раз. И мне очень обидно, что очень мало людей проснулось в нашем городе. Большее количество людей надеется на то, что мы поможем защитить наш город от фашизма и нашу страну. Нас могут называть сепаратистами, это их право, но мы защищаем нашу родину, нашу Украину. И мы не хотим, чтобы нами правили опять же те же олигархи, которые ходят по другу. По другу стоят люди, а эти олигархи бегают с палочкой и передают эстафету от одного к другому. От Кучмой к Кравчуку, от Кравчука к Ющенко, от Ющенко к Януковичу. И с каждым президентом наша страна становится все нищее и нищее. Народ, 80% нашего народа уже за чертой бедности. И мы должны еще сидеть и чего-то ждать. Мы должны ждать, когда нас перережут. И мы в собственной крови захлебнемся. Этого мы должны ждать. Нет, мы должны вставать на защиту нашего народа, на защиту наших детей и внуков. Мы не должны отсиживаться дома. Все силы, все деньги сейчас нынешнего бандеровского правительства направлены на то, чтобы остановить силы Донбасса, вот таких, как нас, стоящих здесь. Но мы скажем нет, мы не остановимся, мы будем выходить, чем бы нам это ни грозило. Мы защитим нашу страну и наших детей. И мы, наконец-то, слово свобода, Украина, Россия и Белоруссия, как славянские наши народы, в которых кровь течет в жилах одна. Мы ни в коем случае не хотим в Европу. С голой жопой мы поедем в Европу, чтобы удовлетворить тех голубых, которые хотят и ждут эти задницы, извините за выражение. Мы хотим жить в свободной стране. Мы хотим и проголосуем за референдум, за автономию, за наш единый славянский народ. РОСИЯ! 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 Россия! 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 Вот гляньте, дети. Представьте себе, детские воспоминания, они самые яркие. Так или нет? Я обращаюсь к пожилым людям. Я помню, летят бомбы, стекло, лежат убитые лошади, убитые люди лежат. Мама меня тащит за руку. Я все это вспоминаю. Потом закончилась война. Наши родители восстанавливали. Какие были дружные. Какие были дружные. Что с нами случилось? Мы сейчас не такие. Редко когда бывают соседи, такие близкие. Раньше снесут все, что есть. Сидят, говорят. И все время мы говорили, лишь бы не было войны. И я никогда не думала, что мне придется умирать, если не дай бог начнется война. Я смотрю на молодежь, на молодых. Мне так жалко ребят, если объявят или объявили уже всеобщую мобилизацию. Мне жалко, мне жалко, что они... Мне жалко молодых ребят, которые, может, действительно заставят пойти в военкомат. И я еще помню, что, к сожалению, мало людей действительно. Я обращаюсь к старикам. Ноги больные, мы слепые. Спина болит. Чем больше будет нас здесь, мы, может, не сможем как-то другим путем остановить то, что надвигается на нас. Но масса, больше людей. Идите, приходите сюда. Потому что, действительно, надо спасать нашу страну. И еще хотела сказать, все-таки скажу это, что во время войны иногда полицаи, предатели были жестче даже, чем были немцы. Поэтому, поэтому среди нас есть такие, которые в нашем даже доме говорят, мне это нравится, я хочу жить при свободной. Где свободная Украина? Скажите, при Советском Союзе Украина имела членство в Организации Объединенных Наций. Она самая богатая. Что сделали? Вы ширина, вот там, под Донецкой, ширина 4 метра, глубина 2 метра. Это пассивная компания. Собирать урожай надо. Я обращаюсь и к милиционерам. Я уверена, что это дети наши. Они в душе их. Ну, они служат. Ну, я думаю, что каждый имеет сердце. Нам надо все сделать для того, чтобы крови не было, чтобы не было войны. И спасти вот тех. Вот наше поколение, смотрите, маленькие. Представьте себе. Как страшно. Молодежи обращаюсь. Не допустим войны. Не допустим фашизма. Это страшно. Здравствуйте. У нас в стране демократия была до 90-го года. Сейчас фашизм 22 года уничтожает город Мариуполь. 22 года уничтожает шахтеров, которые работают в шахте. Назвали небесная сотня. А шахтеры, которые сотнями гибнут на шахте, для того, чтобы добыть нам уголь. Их не называют небесная сотня. И гнобят, не платят зарплату. И говорят, идите, рабы, работайте в шахте. Это что, нормально? Это нормальная демократия. Куда они стремятся? Кто? Зайчики да все остальные. Сволочи, которые действительно хотят обнести нашу Донецкую область колючей проволокой и обкопать рвом, как бабушка сказала, 4-х метровым. Чтоб мы работали на них. Хватит. 22 года на них работали. Поднимали Киев, поднимали Западную Украину. Они там все леса у себя повырубывали. Им дома строили. Здесь хоть один дом дали бесплатно. До 90-го года, я помню, строительство был. Шукчел в армию. Прихожу в Восточный за два года построился. Мне стыдно нашей власти, что она ничего не делает для нас, для рабочих. Мне стыдно, что здесь, в Мариуполе, живет 400 тысяч населения, которые проходят мимо нас и говорят, да поговорите, поговорите. Все равно ничего. Придем мы в Россию, придем неизвестно куда. Только мы можем заставить вот этих, которые там засели, которых не стыдно, мы выбирали голосовать так, как мы хотим, чтобы они исполняли нашу волю, а не свои кулуарные обсасывали то, что им надо. Я предлагаю народные вещи в городе Мариуполе и ближайших поселках по поводу уничтожения жителей, я подчеркиваю, уничтожения жителей Юго-Востока Украины со стороны фашистской хунты. Окупанты из Киева и Западной Украины взяли в заложники неконституционные шайки фашистов, неонацистов и олигархов. И считают нас, жителей Донбасса, рабами. Это только здесь, в Украине. Рабочий человек, который работает, ходит каждый день на работу, живет в нищете от получки до получки. Я говорю, давайте выйдем на демонстрацию, давайте выйдем на забастовку. Они говорят, а у нас на следующий месяц нечего получать. Мне стыдно, когда Мариуполь дает 8% бюджет Украины. 8% кто учился в школе знает, так на каких лексусах мы должны, на каких БМВ должны ездить. И, наверное, по дорогам, те, которые должны быть без ям. Эти оккупанты, террористы, олигархи окружили своими войсками Донецкую область и заменяют руководством местных органов МВД своими ставленниками, невзирая на то, что 21.02 современная киевская власть нелегативная. Она пришла путем переворота, это не революция. Требуем убрать украинские войска с Донецкой области. И убрать их на место своего дислокации. Пусть идут туда, под Киев, на западную Украину, и пусть там отставят свои свободы. А нам здесь свобода нужна, действительно, рабочая свобода. А не в рабах сидеть постоянно. Требуем не менять руководство МВД, офицеров, сержантов и рядовой состав города Мариуполя и оставить их качественный, количественный состав на данном уровне. Оставить полковника милиции Александра Буая, начальника Мариупольского городского управления МВД Донецкой области. Сейчас хотят... Оставить! 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 Мы хоть сейчас не можем найти какой-то общий язык. А сейчас поставят... Хотели поставить... Две недели назад сюда сместить. За что его смещать? За то, что он выполняет свой долг? Конечно! Хотели поставить ударовца сюда своего? Сволочи! Я говорю, они хотят постоянно нас оккупировать! Покупировать. Пусть становится на колени, правильно говорят. Заходят в город Мариуполь на коленях, ползком. Вот если бы вот этих призвали, ребят, их бы побили, а потом сказали, что они негодяи и преступники за то, что они выполняли свой долг. Перед кем? Перед фашистовующей фунтой, которые были проплачены, которые стреляли наверху и в своих, и в чужих, им все равно в кого стрелять. Либо были беспорядки, либо был бунт здесь. Они сделали бунт и кричат революция. Это не революция. Революция была в 17-м году. Вот тогда была революция. Требуем считать. Донбасс, вставай! Требуем признать нелегитивные международные договоренности, внутренние документы, которые подписала современная. То бишь, эта власть, нелегитивная, киевская, так называемая власть, украинцы, и особенно выделяемая им нелегитивность, подписанная политической Евросоюзом, в ассоциацию мы не войдем. Мы не хочем в ассоциацию. Требуем от легитивного президента Януковича, хотя я тоже считаю его трусом, но пусть трус придет сюда, в Донбасс, и скажет, что он за референдум, за отсоединение, за федерализацию Донецкой области. Если мы идем по закону, как они от нас требуют, хотя пришли в результате переворота, пусть сюда придет Янукович, но мы его не снимали, никто его не снимал, я тоже его не переварю, честно вам говорю, но пусть придет трус, который убежал, и скажет, я не трус. Пусть придет... Янукович! 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 Пусть придет! Губарев лучше пусть придет! Пусть придет! Я знаю, пусть придет, а потом мы его будем судить народным судом и потребуем в России, чтобы она его выдала с лютия, если он убежит. Вор должен сидеть в тюрьме! Настоящую резолюцию подписывает народный контроль, инициативная группа города Мариуполя и близлежащих поселков, а также небезразличные граждане города Мариуполя. Я считаю, что во вторник, вы говорите всем, надо приходить сюда. В 10 часов начинается сессия горсовета. приходить и пикетировать ее, чтобы они нас боялись. Мы их избирали, вы их избирали, и они должны делать то, что мы хотим, потому что мы платим им зарплату, и тому же Хатлубеев, мы платим зарплату, и он должен делать то, что хотим, как нам платят зарплату на заводе, и мы делаем то, что они хотят. Спасибо. Не забывайте, люди, не забывайте, они должны жить не с Новорованного, они должны жить с того, что мы им заплатим. Они живут с Новорованного. Вы посмотрите, Хатлубеев оккупировал все маршрутки. Хотели снять зал, сказали, в Хатлубеев обращайтесь. Напрямую не сказали, но это зал Хатлубеев. Это хуже Пожеванова. Вы посмотрите, я сюда еле приехал. Дороги убитые. От оруду очки протереть, и пусть он там сидит на своих тетрапозах. Не знал, куда их девать. Придурок. Здравствуйте, дорогие товарищи. Организаторы митинга попросили меня выступить. Представлюсь. Меня зовут Касай Петр. Я такой же житель Мариуполя. Мне не безразлично, что происходит в моей стране. Как и каждому из вас. У меня двое несовершеннолетних детей. И то, что фашистская хунта захватила в Киеве власть, меня беспокоит особенно. Потому что я не хочу, чтобы мои дети видели, как по улицам Мариуполя ходят и кричат «Слава Украине! Героям слава!» И чтобы зиги бросали, чтобы они свастику видели с телевизора на каждом шагу. И поэтому я с первых дней, когда начались переворот, в 20-х числах, 21-го числа, 22-го февраля, 23-го уже стоял на охране памятника Ленину, когда там собрались националисты, 300 человек. В тот день я взял на себя ответственность и на базе искренности возглавил антифашистский комитет Ильичевского района. Спасибо. Здесь сейчас произошло небольшое недоразумение. Я хочу сказать о том, что я был организатором непосредственной встречи с депутатами. вот здесь 1-го марта. Я был организатором встречи 8-го марта шествия. И поэтому я непосредственно участвую в том, что происходит. Я влияю на это как могу. 8-го марта, наверное, большинство здесь присутствующих были и участвовали в антифашистском марше. Вы слышали, какую резолюцию принимали? Да! Плохая была резолюция или хорошая? Да! Хорошая! Да! Поднимите руки, кто считает, что резолюция была хорошая. А теперь кто считает, что хорошая? Поднимите, что плохая была. Плохая! Плохая! Резолюцию обсуждали не одни коммунисты, как сейчас обвиняют меня. А кто еще? Резолюцию писали совместно и обсуждали с антифашистским комитетом. И там был пункт, сейчас произошло небольшое недоразумение на тротуаре. Значит, там был пункт о том, чтобы ввести трех человек в состав исполкома от общественности. Помнят все? Да! А сейчас возникает ситуация, опасность того, что уже представители удара и свободы в Мариуполе предлагают своих человек на это место. Да! Да! И сейчас мы, чтобы защитить этот пункт, собираем подписи. Вчера и сегодня, вот здесь на тротуаре, там непосредственно указаны три человека. Один из них – это я, второй человек – мой предыдущий выступающий, Владимир Хабаров. Вышел. Сейчас речь идет о том, что собирают подписи и туда привлекли трех человек для защиты интересов граждан. Поэтому подписи собираются. Возражения я не понимаю, в чем дело. Почему нельзя их принять? А почему только коммунисты? Нет! И выбрать! Значит, я действительно коммунист. И я горжусь тем, что сегодня во время фашистской кумпы я не складываю свой билет. Я храню его и никогда не брошу. Но прежде всего я гражданин и такой же мариупольский житель. И сегодня кого фашисты запрещают? Разве не коммунистическую партию? Разве не нас? Они кричат повесить на ветке. Потому они первого меня здесь повесят, а не кого-то другого. И я сегодня с гордостью говорю, что я коммунист, я молодой. Я защищать буду свой город даже с оружием в руках. И пусть это никто не сомневается. И пусть никто не смеет называть меня провокатором. Кто может быть еще большим антифашистом, чем коммунист? Поэтому я прошу вас не поддаваться на провокации. Я здесь выступаю не от лица Компартии, а потому что меня заставили прийти и сказать. Я полностью разделяю и поддерживаю всех вас. Так случилось, что в городе Мариуполь несколько общественных движений. Несколько общественных движений. Я прошу прощения. Давайте многое. Спасибо за внимание. Я тоже коммунисты как всегда отличались. Вся эта резолюция, когда 8 марта писали, они от руки-то писали свое. Мы полностью не согласны с той резолюцией. Полностью. И мы не можем понять вообще, откуда вы... Мы слушайте, что могли бы сказать. Вы есть в общем. Мы сейчас здесь. Мы сейчас здесь как непартийные люди. Мы сейчас здесь как донбассовцы, как жители города Мариуполя. Нас не интересует партия, нас не интересует идея. У нас есть антифашисты, те, которые пришли. Которые у них там молятся на Степана Матера, еще там на каких-то. Здесь сюда мы их не позволим привезти. Опять, какие вы требования выдвигаете? У нас четкая позиция. Мы не поддерживаем власть. У нас народное движение. Мы за референдум. Каждый человек, независимый из какой-либо партии, должен высказывать свое мнение. Каждый человек. Ленин. Охраняйте Ленина. Охраняйте Ленина, правильно. Мы тоже. Это памятник Ленину. Это наш памятник. Если мы решим его все проголосуем, будем мы его снимать или оставлять. Точно так же. Вы как коммунист, вы прославляйте Ленина. Пожалуйста, прославляйте Ленина. Мы, допустим, вы только что говорили с антифашистским комитетом. Те ребята, которые с первого дня собирали. Что, я не могу понять. Вот две представители из антифашистского комитета, другие представители. Почему с вами никто не согласен? Почему люди здесь, когда вы выдвинули свои требования 8 марта, никто с вами не согласен? Обратите, никто. Вы полностью готовы идти с ними на встречу и договариваться? Мы готовы здесь стоять на своем. Потому что мы народ Мариуполь, мы не партийные. Нас партии не одет. Все партии, регионы тоже предатели. Партия регионов предатель. Здесь сидит Хатлубей, секретарь партии регионов. Они полностью, все предали своего партийного лидера. Единственного легитимного. Как это может быть? Говорит, что ихняя позиция такая, что все, в Киеве поменялась власть, наш Янукович предал, теперь мы будем подчиняться им. Это такая позиция у партии регионов. Это предатели, они хуже врагов. Здесь, которые подчиняются второму Тихотлубею, это предатели. Ихняя задача полностью держаться за свои кресла. У нас будет полная перезагрузка нынешних Донбасса. Те, кто раньше пытался руководить, это все предатели, кто остался. Где здесь хоть один народный депутат Мариуполя? Пускай станет рядом просто депутат городского совета. И скажет, что бросит этот депутатский свой вольт, и скажет, я не буду подчиняться. Это не легитимная власть. Это немецкие захватчики какие-то, фашистские захватчики. А здесь опять, если коммунисты хотят нашу идею, нашего народа поддерживать, пускай становятся рады. Но мы к коммунистам не будем идти. Они уже высказывали свое мнение, и с нами полностью не согласны. Добрый день. Можно я секундочку внимания? Я комендант палаточного городка, который не побоялся взять на себя ответственность, прийти, подать сюда бумагу. Еще раз хочу сказать, я комендант палаточного городка, который не побоялся взять ответственность, в отличие от коммунистов. И пришел, подал бумагу. На меня уже написали здесь протокол за то, что я засоряю город якобы палатками, колесами. Но у нас нет средств купить пока еще стулья, поэтому мы на колесах сидим. Нам запретили греться не возле костра. Мы взяли бочку, чтобы не сорить. Палим в ней костер и греемся ночью. Нам уже запретили, сказали, если вы будете палить костер, мы вас вызовем сюда МЧС, пожарников вас отсюда уберут. Я вам просто говорю, чтобы вы знали. Наши власти не хотят нас поддерживать. В первую очередь. Еще я отошел чуть от темы. Сегодня ко мне подходят ребята с АКМ. Я не знаю, кто кому надавал название, но я вам расскажу, как оно было. Коммунисты предложили нам помощь в создании организации. Они нам помогали, создали сайт, все это сделали. И в определенный момент убрали наших модераторов с сайта. Мы не можем попасть на наш сайт, в который они якобы хотели нам помочь. От нашего имени они начинают зазывать митинги, собирать какие-то средства, но отчетов они никакие не предоставляют. У нас есть каждый чек, каждая ваша копеечка, которую мы потратили. У нас есть там все записано. Мы можем перед каждым жителем города Мариуполя отчитаться. Якобы вчера они тоже собирали деньги, а на что мы не знаем. Только что они собирали, мы у них спрашиваем, давайте у нас вот общая касса. Мы сейчас посчитаем, положим. Нет, мы подходим, кто собирает деньги? АКМ. А где ваш лидер? А это коммунист. Как может быть коммунист лидером АКМ? Поэтому я вам еще раз говорю, жителям города Мариуполя, мы, если собираем средства на какие-то нужды, мы собираем их в палатке. Если рядом стоят столики с коммунистами, с какими-то людьми, представляющимися от АКМ, ходят где-то, собирают, никому не верьте. Мы здесь стоим. У нас есть палаточный городок. Мы зарегистрированы, мы предоставили документ, что мы здесь будем стоять пока до 27 числа 23.00. Всю информацию, которую вам надо, подходите у нас, интересуйтесь, подвезут листовочки, все мы вам расскажем. Но на сайте, на сайте, нас туда коммунисты не пускают, чтобы вы знали. Сайт АКМ сейчас, в данный момент, контролирует компания коммунистов. Спасибо, спасибо вам. Сейчас, секундочку. Вот, вот, один из наших лидеров АТМ, которому, которому помогали создавать это все. Я прошу внимания, товарищи. Значит, вам говорят правду, но не всю, к сожалению. Правду говорю такую. Рома, можно тебя сюда? С этим человеком мы начинали сидеть за одним столом с первого дня, с 23 февраля. Правда? Было такое, да. Аббревиатуру антифашистский комитет Мариуполя. Придумал я? Нет. Нет, пожалуйста, повтори. Делали вместе с участием коммунистов, в том числе в моем присутствии. Но в качестве помощи. Аббревиатуру АКМ придумывали вместе мы, с моим личным участием. Но я не об этом сейчас речь. В качестве помощи. Слушаем дальше. Товарищи, секундочку. Нет, нет. Я вот как раз, как раз, товарищи, товарищи, изначально, изначально мы как раз и делали все вместе. И я и сейчас говорю о том, что усилия нужно объединять. И потому мы все вместе. Мы выполняем одну работу. Мы делаем все вместе. Должны делать все вместе. Параллельно. И то, что мы немножко разошлись в разные стороны, это не означает, что кто-то кого-то предал. На самом деле мы вместе. Если мы просто не нашли взаимопонимания между собой, это не значит, что мы разошлись в разные стороны. Мы идем параллельно. Но это только между нами. Но общая работа у нас одна. И цель общая у нас тоже одна. Если у нас общая цель, скажите, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, где ваши палатки? Почему у ваших не было действий? На постмосту, на воинской части. Здесь в Донецке не было коммунистов. Мы в Донецке были. Здесь живем, возле горсовета. Ни одной вашей палатки нету. Ваши люди не приходят нас менять и сидят здесь. Также мы идем параллельно. Вы же не включаетесь в жизнь в город. Уважаемые мариупольцы, выступающий здесь Петр Касай, к сожалению, ведет непонятную игру. Я не могу понять, какую. У меня такое впечатление создается, что он хочет все наше движение свести на нет. Давайте им объявим нет. Ребята, кто сдавал деньги вчера и сегодня? Рядышком с палатками возле коммунистов, возле лидера коммунистов, пожалуйста, спросите у них, куда они их потратили. Дорогие женщины, дорогие мариупольцы, тут вышел спор за коммунистов. Но мы не против коммунистов, которые победили Великую Отечественную войну. Мы знаем их. Но мы против этих коммунистов. Но мы против этих коммунистов. И ветеранов. Мы за наших ветеранов. Они были всем коммунистам. Все до одного, которые даже не были приняты в партию. Они были всем коммунистами. Мы за них, но не за этих. И не за партию регионов. Мы никого не будем выбирать. Вот наши ребята в будущем. Вот кого мы будем. Вот за кого мы будем голосовать. Вот кого будем выбирать. Но не их. Я хочу сейчас зачитать. Я лекарства выпила. Девочки, не переживайте. Таблетки давать не надо. Дорогие мои женщины, матери, жены, братья, сестры. Это обращение мое к вам. Я также нашим дорогим сыновьям, любимым мужьям, кормильцам нашим хочу начать с простых обычных. Спасибо Киеву и большой ему поклон. Все, что произошло в этой стране, это, конечно, плохо. Но, с другой стороны, так жить больше нельзя. Нас хорошо они встряхнули. Дали возможность каждому из нас задуматься, как нам жить дальше. И о будущем наших детей и внуков. Ведь как такового будущего нет. Нет, и мы все знаем. Не сегодня, а завтра многие останутся без работы. Многие уже не могут устроиться на работу. В следующем месяце нам нечем будет уже платить. Пенсию мою на детей уже нечем делить. Но, хочу самое главное сказать, в траншею, в Тарути, мы не ляжем. Киев дал нам хороший урок. Мы все взвесили. Мы все обдумали о происходящих действиях. И услышать альтернативу, точку всех. За это им всем спасибо. Они нас разбудили. Хорошо. Спасибо Киевам за это. Мы поняли, что вместе мы, силой мариупольцы, корона упадет из них. Когда встает народ, олигархи, девочки, убегают. Убегают. Только мы можем это сделать. Остается только лишь народ. И выбор весь за нами. Янукович! Янукович! Спасай свой народ, который тебе верит, а мы поможем. Янукович! 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 Нам запрещает тройка, нам запрещает тройка у власти. Доказывать, что мы террористы. Они творят беспредел на улицах. Мы террористы, сепаратисты. Что только на наших детей не говорят. Делают провокацию, но мы все знаем, что это не так. Не хотят они, чтобы был народ у власти. И не хотят они слышать наше слово. Так или иначе, свой беспредел замечать и контролировать они не имеют желания. Они же чувствуют себя не избранными народом, а помолзанниками божьими. Что у них на площади было на Майдане? Вы все видели, кто их окрестил? Все! Вы видели, что сказал? Маскали туда! Их батюшка кричит! Я наш батюшка! Почему он нас не ощутит святой водой за верное дело? Мы не хотим войны! Мы мира хотим! Янукович не писал заявление в отставке. Так почему должны соглашаться с временным правительством, если у нас есть свой голова государства? Мы голосовывали за него дважды по любой конституции. Главнокомандующим является Янукович Виктор Федорович. Президент он наш. И он вправе сотрудничать с иностранными войсками. Если наши власти предали президента, значит они приняли временное правительство. Я понимаю, Янукович нас предал. Но не только мы его выбирали. И не только мы, не только, как говорится, он его предал. Мы тоже его предали. Мы все видели, что у нас творилось в Украине. Мы все давали взятки, чтобы просунуться. Мы все платили в садик, чтобы устроиться. Мы виноваты. Виноват весь наш народ. Виноват мэр. Виноваты все депутаты. И мы за ответы тоже за Януковича. Мы должны исправить. Украина такой уже не будет. Не будет. Мы грамотные. И мы не дадим больше криминалу ничего делать с нами. И олигархам убирать. Будешь работать, заходи. Заплати за депутаты. Будешь депутатом. Будут идти ребята, у которых денег нет. Которые будут отстаивать точку народа. И будут должны быть наши адвокаты, к которым мы должны пенсионер прийти. И он должен помочь ему. Хватит. У нас скоро, как говорят, терять там нечего, кроме своих. Она и сейчас там от ясельной группы до СМИ. Которые вообще не зачитали. Но Янукович смог бы исправить ситуацию. Для народа в лучшую сторону без крови. Вывести страну из банкротства. И вывести страну из банкротства. И если вдруг что. И если вдруг что, девочки встанет. То в обороне будут стоять наши мунья. Наши сыновья. Наши отцы, которые еле ходят, они все пойдут. И мы с вами будем им перевязывать эти раны. Но олигархов там не будет. И кровь не будет литься. Ведь мы с Россией, Белоруссией. Мы же братья. И они не хотят войны. Пусть воюют они сами. Олигархи. А мы хотим стабильности мира. Без войны. И чтоб наши дети служили мирно. И не поливали грязью. Спасибо большое. Россия! Россия! Азберин война. 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 Уважаемые мариупольцы. Можно сказать. Ну так помолчите, пожалуйста. Я Бодров Владимир Викторович, пенсионер по научно-педагогическому стажу. И в мою профессию входит анализ ситуации и выявление действенных мер. Так вот, я участник практически всех митингов. Здесь были эмоции, скандирование. Это все хорошо. Но кого мы убеждаем? Друг друга, которые здесь присутствуют. Мы единомышленники. Поэтому пора уже подумать о действенных мерах. Вот, товарищи, по поводу действенных мер. Одна из них – не раскалываться и не тянуть каждый одеяло на себя. Что я еще хочу высказать? Выбрать лидера! Правильно, выбрать лидера. Но он уже вроде бы выбран. Дальше. Дальше. Я хочу высказать свое личное несогласие с тем, с правильностью решения прошлого, вчерашнего митинга, о том, что нужны забастовки. Да, они нужны. Стоп. Они нужны. Но они действенны когда? Во-первых, когда бастуют все. Во-вторых, когда за воротами предприятия не ожидают десятки желающих занять ваше место. А у нас большинство – это люди, которые живут на зарплату. Поэтому, вот из опыта забастовок, японских, европейских и прочих, есть такие методы. Ну, во-первых, Япония применяла, а потом вся Европа, забастовки. То есть выходят на работу, но работают строго по инструкции. А инструкции часто запрещают отдельные действия. И работа стоит, а люди на работе. Второе, можно работать, выходить на работу и работать. Но если, в каком случае это будет оказано неэффективным? Если продукция, которую вы производите, почему-то окажется браком. Кто убыток несет? Хозяева заводов. А вы работаете и должны получать зарплату. Ну, все действенные меры, я не знаю, я не гений, я не бог. Я не могу предложить, но советую представителям антифашистского комитета и другим лидерам призвать, вернее, ну, призвать людей высказывать свои мнения и предложения по поводу действенных мер. Потому что требовать – это хорошо и это нужно. Но требования оказывают действие только тогда, когда за ними стоят какие-то возможности. Только так. Это все, что я хотел сказать. Добрый день, мариупольцы. Ну, как вам провокация? Как нас решили поссорить? Никто ничего не имеет против коммунистов, не надо говорить. Ну, это оборотни, по-моему. Честно говоря, я там стояла, наблюдала за этим всем. Я решила, что это оборотень и не коммунист. Кто может против быть коммунистов, когда они свою кровь проливали? Когда они вот это вот все создавали и строили? Поднимали заводы, фабрики, а? Что? Так я за это и говорю. Это оборотень какой-то. Все. Нас просто хотят поссорить. Вы понимаете? Чтоб не было никакого сопротивления, ничего. Они тянут на себя одеяло. Да нет, народ поддерживает. Народ делает полностью протесты. А каждый хочет стать лидером, показать свое «я», получается. Это одно. Второе. Наверное, уже пришло время менять мэра города. У нас есть кандидатуры. Есть. 25 числа здесь сессия. Ну, я не знаю, как это будет, честно говоря. Не могу себе представить еще. Но мне кажется, что 25 числа мы должны посадить своего народно избранного мэра сюда. И еще одно. Не просто посадить, а еще придется его охранять. Потому что вы сами знаете, какая политика у Квендерштата. Ночью прийти, скрутить и увезти. Еще одно. Мы кричим, конечно, милиция с народом. Но хотелось бы, чтобы она действительно была с народом. Мальчики, отцы, сыновья и братья. С народом, с нами. Они с этим, извините, быдлом, которая сидит и не знает, куда ему миллионы деть. Они так же золотые себе ставят. А мы концы с концами еле сводим. От получки до получки живем. Впрочем, наверное, так же, как и вы. Надо что-то менять. Надо полностью делать перезагрузку. И, правильно, народного мэра. Еще одно. Мне вчера в личную переписку, как мы говорим, в личку, написала моя бывшая соученица. Я не знаю, как она до меня дошла. И она была свидетелем того, когда наш Беркут там ставили на колени. Там было два человека, которых никто не смог поставить. Это молодые парни. К ним подходил их начальник. Я говорю простонародно. Я не знаю, как сказать. Он просил, чтобы они встали. Они не встали. И вы думаете, что? Ни один канал мне этого не показал. Их стащили со сцены. Уволокли куда-то и живьем сожгли. Как это, а? Как это? Это фашисты. Мы не должны такого допустить. Ни в коем случае. Наш губернатор так званый, Таруто, вырыл вот тут траншею. Всех туда. Всех их туда, олигархам. Всех. И закопать. Всех туда. Таруто вон. Таруто вон. Таруто вон. Таруто вон. Таруто вон. Таруто вон. Ну что, народ Мариуполя, будем избирать мэра народного? Две кандидатуры или одна? Одной. Одной хватит? Да. Иди сюда. Иди сюда. Че ты боишься тут все свои? Дима! Дима! Честный человек, честно говорю, честный человек, имеет два высших образования и будет идти до конца. Дима! У нас одни задачи. Сейчас очень много нет коммунистов, другие партийные. Сейчас нас продали все. Сейчас уже есть просто народ. У нас есть единые цели. Нам нужно провести правильный референдум. Не важно, чей к какой партии относился и относится. Давайте объединяться. Хватит по этим разберется. Сейчас все уже здесь, все предатели. Все нас предали. Точно так же, как и Хатлубей, все эти партии регионов. Это губернатор Тарута, эти неправильные назначения. Все против нас. Только мы единственное, что должны объединиться. И провести правильный референдум. Мы должны сделать федерализацию Донбасса. Для того, чтобы единым целым высказать каждый человек, должен высказать свое мнение. Только тогда нас услышат. Мы полностью не поддерживаем эту нелегитимную власть в Киеве. Никогда не допустим, что сюда пришли эти фашисты и захватчики, указывали, как нам жить, что нам делать. Сейчас вот эти вот ребята, что стоят, им поступил приказ. Потому что приказ от нынешнего руководства, сейчас, который руководят госполкомом, они боятся. Потому что они полностью со всеми нашими, с жителями города Мариуполя, они не согласны. Поэтому это живая изгородь. Это идет против них. Здесь не должно быть изгороди. Горисполком и народ должен быть единым целым. Одни должны быть идеи. Это очень неправильно. Они отгородили себя от народа. Нам нужен референдум. Для того, чтобы тут не было этой изгороди. Для того, чтобы у нас были одни цели, единые идеи. У нас, так милиция, точно так же придет момент, они полностью, многие нас поддерживают. Сейчас уволили всех начальников УВД Донецкой области. Потому что сейчас пойдут приказы, чтобы жестко действовать по отношению к нам. Нас называют сепаратистами, захватчиками. Когда нас, по крайней части, арестовали, устроили шесть машин. Шесть машин экипажа с мигалками ехали, нас сопровождали. Потому что мы препятствовали провождению оружия на Новоазоске. Никогда. И они нас 300 раз будут, пускай арестовывают. Но мы все равно будем стоять на своем, потому что мы знаем, что за нами правда. Мы никогда. Это преступные приказы этих фашистских захватчиков вместе с Европой. Они хотят против России. Никогда человек с Юго-Востока не станет в ружье с Россией. Россия это наше братское государство. Как сказал Россия. 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 Я полностью поддерживаю Аксенова Сергея Валерьевича, премьер-министра Крыма, который взял на себя эту тяжелую ответственность. И сейчас жители Крыма со слезами на глазах благорят его за то, что он сделал, он подарил жизнь. Как Крым горячит, мы вернулись домой. Он не позволил ни один человек, ни один человек, который, как так называют себя властью, не позволил туда прийти и указывать, как им делать. Они стали все вместе, одним целым. И они выстояли. И они провели референдум. Все мы им поздравляем. Сейчас у них полностью, они присоединились к Российской Федерации. Они вернулись домой. Большой им привет от нас. Также я лично общался с Аксеновым, Сергей Валерьевич сказал, друзья, если вы считаете, как и они считали, что за вами правда, стойте на своем. Как, если нас не слышат, мы, народ Юго-Востока, Донбасса, народ Украины, если нас не слышат, тогда надо заставить, чтобы нас услышали. Стойте на своем и ни шагу назад, только так. И огромный привет от него лично вам передаю. Скажу, держитесь все вместе, тогда будет у нас победа. А победа будет за нами. Это обещаю вам. Спасибо за доверие. Молодец! 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 Крым, Донбасс, Россия! 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 Тихо, товарищи! Я коммунист с 19 лет. И никакой партии никогда не посмыкал, и таких я не один. Сейчас вступают в партии молодые ребята, а этих старых хрущевцев надо гнать в партии. Я хочу обратиться к нашему ОМОНу. Я служил, и мои сверстники служили три года, и пели несокрушимое и легендарное. Наша армия сейчас, теперешняя, поет, что не умерла Украина. Позор! Позор! Я обращаюсь к нашему ОМОНу, к милиции, которая служит не народу, хотя они присягу принимали, давали народу, а они народ сделали изгоями. 24 года заставляют говорить народ Донбасс на иностранном языке, на западенском, которое мы не понимаем. И теперь, и мы, 60% на Украине говорят по-русски, а они говорят, что мы, как они называют, что мы не их не люди. Теперь то были бандиты, одни и вторые менялись, разграбили всю Украину, поножили самолеты, вертолеты, дачи за границей, счета неимоверные, а рабочий, средняя зарплата по Мариуполе 1200, это смешно, ну так я обращаюсь к нашему ОМОН и к нашей армии. Вы давали присягу народу, так служите народу, а не бандитам. Дорогие мариупольцы, я хочу к вам обратиться еще с одним стихотворением, которое написал наш мариуполец. Его фамилия Песоцкий Юрий. Хорошо. Я хочу все-таки здесь встать на сторону, я не коммунист, но я всегда была им сочувствующая, поэтому я хочу вам прочитать стихотворение. В салонах модных мерседесов, в устах нахалов и лжецов, на полосах продажной прессы родилось новое словцо, что в обиход в раз запустили. И вот прошел недолгий срок, они народ наш окрестили нелепым прозвищем Савок. Савок о прошлом сожалеет, лишь потому, что был тогда, и делать бизнес не умея, он недотепой был всегда. Каким же надо быть мерзавцем, каким подонком надо быть, чтоб так вот, походя болтая, народ великий оскорбить. И право есть чем удивиться, Савок устроен так хитро, что в белокаменной столице построил лучшее метро. Когда фашизм решил проверить страну советов на излом, Савок и тигры, и пантеры в раз превратил в металлолом. Как только подлый мир насилия на людях атом испытал, Савок создал такую силу, что мир насилия дрожал. И вот журналы и газеты дают на первых плах, Савок Гагарин на ракете летит звездою в небесах. Когда Савки в строю парадном машины грозные вели, то атоши в мундирах разных затылки горестно скребли. И паразиты всего света тогда нам были нипочем, когда шестая часть планеты была покрыта кумачом. И этот довод самый веский, и потому я не стыжусь. Да, я Савок, да, я советский. И этим именем горжусь. Молодец! Мы советский народ! Я хочу от себя мнение сказать. Многие меня видели, я постоянно ночую на этих палатках. Эти люди тоже много делают. Олег, комендант этого палаточного городка, это человек, который реально был, не ночевал, семью уже месяц не видел. За этими танками гонялся, пытался, чтобы сюда они не въехали. Этого человека тоже надо поддерживать. Дима Кузьменко, это тоже человек, который видал нашим ребятам после того, как их задержали по гранд-части, чтобы они там остались. Он ходил на переговоры, общался. Благодаря ему тоже выпустили. Виталик, вот он стоит перед вами. Тоже человек, который везде был, и в Россию ездил, и подписи отвозил. Человек очень активный, не досыпая, не доедая, тоже бросил все. Ну за себя я промолчу. Тоже бросил все. Ребята, те люди, которые себя проявили активно, их тоже надо с народа выдвигать вперед. Несколько минут назад была дискуссия с одним из товарищей коммунистов, Петр Касай, который сказал, что он это АКМ, человек, который организовывает здесь все движения, и 8 марта включительно. Если вы помните, полчаса назад, когда я выступал, я старался этот разговор никак не начинать. Я против раскола вообще в антифашистских силах Мариуполя. Я против того, чтобы кто-то лез к власти на сегодняшней проблеме, то есть используя этот момент только в своих сугубо личных корыстных целях. Я беспартийный человек, у меня душа болела всю зиму с ноября месяца, когда творился беспредел в Киеве. Я впервые до этого не сильно питал большую любовь к бойцам Беркута, ну как это у простого народа бывает. То есть, но увидя, что творят с ними, с этими безоружными людьми, то есть я прочувствовал эту боль, которая у них была, те травмы. Тот фашистский беспредел, угар уже просто не позволяет сидеть мне, да и вам тоже сидеть спокойно, наблюдать за происходящим. Надо делать что-то делать. Вот мы этими занимаемся, организовываемся. Еще в конце февраля группа инициативно беспартийных людей Мариуполя, я в том числе, объединился, можно сказать, встретился с представителями Компартии, вот с Петром, который здесь был. Мы вместе, не он один, придумали название Антифашистский комитет Мариуполя. Единственное, их главная заслуга была в том, что они взяли на себя функцию организовать страницу ВКонтакте под названием АКМ 0629. Вот, они имеют все права на эту страницу в данный момент. Через какое-то время, не проявляя никакой активной работы, я не видел, мы не видели их ни на блокировке машин, ни на блокировке бронетехники, ни на событиях в Донецке, которые происходили. То есть, они только на словах, я могу констатировать их работу. Сейчас они не признают ту общественность, огромную массу людей, которые сейчас организовывают дружину самообороны, организовывают палаточный городок, вот в данном случае мирный, возле Горсовета, и проводят другую работу. То есть, мы вынуждены, они удалили наших людей из числа модераторов со страницы АКМ 0629. Мы вынуждены были создать новую страницу АКМ, 101 она называется. В принципе, не в названии дела. Дело в том, что есть, к сожалению, люди, которые пытаются делать раскол в едином фронте антифашизма, я буду так это называть. Действительно, да, антифашизма. Фашизм есть. Я могу видеть людей далеких, то ли от политики, то ли с промытыми мозгами, пропаганда их западная промыла настолько, что они как бы с иронией насмехаются, говорят. Да какой фашизм? Смотри, в Мариуполе нету фашистов. Это близорукость, кто так говорит. Явная близорукость. Можно рассказать анекдот. Я рассказываю анекдот исторически на эту тему. Еще в далеких 30-х годах был такой анекдот, когда в Германии пришел к власти Гитлер. Один немец рассказывал следующее. Когда пришли арестовывать евреев, я сидел дома, я ведь не еврей, приходили фашисты. Когда фашисты пришли арестовывать коммунистов, я тоже сидел дома, я ведь не коммунист. Но когда пришли арестовывать меня, заступиться уже было некому. Поэтому вы это понимаете, я это понимаю. Мы должны вместе с плоченым русским фронтом, с двоянским фронтом выступить против гадости фашистской. Они отменили 9 мая уже. Для них это уже не праздник. Это сволочи. Каждый, кто посмеет здесь пропагандировать такую, вести такую пропаганду, его надо гнать из нашего города, с нашей области или вести на могилы наших бойцов советской армии, которые не щадили своих животов, которые или были расстреляны, замучены гестаповцами, фашистами, бандеровцами. Нужно вести пропаганду. Это главный опыт информационную агитацию антифашистскую. Смотрите, еще какая большая проблема. За 20 с чем-то лет нашей так называемой незалежности смогли вырасти новое поколение, особенно в Западной Украине, молодежи, которые уже верят, что во всем видоваты москали, что бандера герой. Их так заставили поверить. Кто заставил? Заставили бандеровские историки, так их будем называть, преиспансируемые Западом, из Канады, из Европы, для того, чтобы нанести раскол в нашей стране. Подкройте даже учебники школьные, современные, по которым учатся наши дети в нашей стране, в нашем городе. Вы увидите, что темам, посвященным Великой Отечественной войне, с каждым годом в учебниках уделяется очень мало места. Очень много тем, связанных с героизацией АУНУПА, бандеры и прочим преступным организациям, которые были пособниками Гитлера. Это недопустимо. Кто деньги собирает? Посмотрите. Кто собирает деньги? Наши, наши, наши. Представители организации. АКМ. Организация АКМ, если кратко, стоит на каких принципах? Первая главная наша задача – это организоваться. Вторая задача – законными методами сформировать здесь дружину самообороны Мариуполя. Следующая задача. Как известно, на Западной Украине уже 20 с чем-то лет у них есть военизированные националистические группировки, УНАУНСО, Трезубы и прочая, прочая там бандеровская вся организация. Нам необходимо сделать антифашистскую организацию здесь, в нашем регионе. Мы выступаем за защиту русскоязычного населения, против национализма во всех его проявлениях. И политические требования, которые мы поддерживаем – это референдум народа Юго-Востока Украины. Библион! 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 Спасибо за поддержку нашей организации. Спасибо за поддержку антифашистскому комитету. что нам необходимы также люди, знающие, которые могут помочь в организации, помочь не только словом, но и делом. Пожалуйста, приходите, у нас идет запись активистов, то есть мы можем распределить функции, чтобы это лучше функционировать и развиваться. Спасибо вам. Я хочу сказать несколько слов. Моя знакомая недавно побывала в западных областях послужебной командировки. Она приехала сегодня, и она буквально в шоке от того, что с этими людьми произошло за 23 года такой дикой пропаганды, что мы, Москва, это враг, русские это враги. Она говорит, она просто в шоке, нас там так ненавидят, люди настолько зомпированы, они ненавидят нас и готовы рвать на части. Они говорят, это москали, их надо только стрелять. Вот что сделала пропаганда с людьми. Они настроены на то, чтобы войти в ВС, а нас готовы поставить на колени. Они говорят, что наш яд, так любимый, он не даст произойти этому референдуму, а если они захотят его, он придет и камни на камни не оставит от этого Юго-Востока. Вот что они говорят, от мала до велика. Вот что произошло с людьми из-за этой пропаганды дикой. Поэтому нам необходим референдум. Необходим референдум поднимать у своих соседей, знакомых. Это наша жизненная необходимость. Возможно, у них есть такое мнение, что они сюда придут, не дадут нам провести референдум, но это только их не фантазия. Никто не позволит сюда прийти, они могут попытаться, но это будет большая их не ошибка. Донбасс весь встанет, никто шаг назад даже не вступит. Никаких пандерасов, никакого фашизма на Донбассе не будет. Мы обязуем их провести референдум. У нас очень все, мы небезразличные люди. Ни в коем случае, все мы вместе, когда настанет это время, оно уже начинает накипать, когда оно полностью уже закипит, мы все встанем, мы будем воевать до последнего. Нас услышит Россия, наше братское государство. Оно придет нам и станет нам плечом к плечу против этих немецких фашистских захватчиков. Как угодно их можно называть, но ни в коем случае. Этого мы вам обещаем. Мы не допустим этого беспредела здесь, на нашей родине. Россия, 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 Россия. Я слушала по 1 плюс 1, позавчера марафон был. Выступал Яценюк. Ему нужна Восточная Украина, это не ему, это нужна Америке и Евросоюзу. Здесь ланцевый газ, здесь все ресурсы. И Украина Восточная не нужна, мы для них колопы, рабы. Им нужны наши ресурсы. Они здесь изворачивают всю землю, там не будет ни воды, у нас ничего не будет. И все увезут к себе в Евросоюз. Нет Евросоюза, нет Америке. Да здравствует Россия, да здравствует Украина Восточная, мы русофорды. Люди, боритесь, боритесь за нас, за своих детей. Буду за будущее. Здравствуйте, дорогие мариупольцы. Имею... Поставить. Здравствуйте, дорогие мариупольцы. Я мариуполец, живу здесь с 80-го года, родился в Виннице. Моя фамилия Градиенко. Я набросал себе несколько слов, которые, надеюсь, вызовут в вас определенные мысли в определенном направлении, и которые помогут вам определиться самим, чего вы хотите от жизни в нашей родной Украине. Во-первых, по истории, что у нас произошло? Четыре месяца Украина находится в состоянии нездоровом, назовем это так. Почему это произошло, все знают. Где сейчас наш президент, все знают. Ситуация такая, если бы он сейчас был нежив и нездоров, то киевская нынешняя власть была бы какой? Легитимной. На сегодняшний момент киевская власть легитимна? Нет! Едем дальше. Что такое Евросоюз, что такое НАТО? Это две организации, которые, первая, занимаются чисто экономическими вопросами, прокормить свои желудки за счет разграбливаемых территорий. Вы это все видите? Да! Что произошло с Югославией? Что произошло с... Мы с Украиной допустим такое же самое? Нет! Что такое НАТО? Что нужно НАТО от Украины? Разместить оружие против... России! Россия! Причем, заметьте, что НАТО, что ЕС устраивает Украина по частям, по кусочкам. Почему? Потому что разделяй и властвуй. Это древний принцип, которым эти организации пользуются. И пользуются весьма успешно. Если мы дадим себя расколоть, будет то же самое, что в Югославии, то же самое, что в Чехословакии. Понимаете? Едем дальше. Расколоть честность! Едем дальше! Попробуем вас! Я объясню ситуацию. Значит, единственная страна, которую интересует целостность Украины, это Россия. Россия не должна допустить раскола Украины. Я объясню, ребята, я сейчас объясню. Мы были советские союза, мы были со с нами Россией. Это будет Украина, что со с нами Россией. Никто не говорит, что... Подождите, сейчас давайте поставим цели и задачи. У нас должна быть... Ребята, не обращайте внимания. Здесь люди подходят, говорят каждый свое мнение. Но есть у некоторых мнение очень опособленное. Поэтому мы просто их послушаем и сделаем свои выводы. Да? Да! Ребята, все, что мы здесь сейчас делаем, все, что мы провозглашаем, это все легитимно, согласно статье 5 Конституции Украины. По этой статье народ является властью в этой стране, в этом городе и на этом митинге. Поэтому у меня к вам просьба. Все, что мы провозглашаем, пожалуйста, не стесняйтесь, подходите вы, ваши друзья, ваши знакомые, ваши родственники, просто люди, сотрудники с вашего производства. Подходите, всем передавайте. Под нашими всеми резолюциями нам нужны подписи. Это все будут легитимные резолюции, по которым мы сможем управлять не только этим городом, но и всей страной. Большое спасибо. Вы поймите, я в этом городе практически вырос. Я люблю этот город, люблю Украину. Я был и на Западной, был и в Киеве. В общем, я в Украину немножко поездил, видел. Везде обыкновенные нормальные люди. Давайте вернемся к теме разговора. Их запугали. Их запугали просто-напросто. Их задавили на сегодняшний момент. И я объясню, чем их задавили. Их задавили четкой, практически военной организацией. А здесь сейчас наблюдается, абсолютно согласен. А здесь сейчас наблюдается картина, у всех в голове бродит, все не согласны. Но нет единого мнения у всех, качественного, нормального. Чтобы вышел человек, любой человек вышел на трибуну, сказал, чего мы хотим. И все сказали одно. Теперь мы поняли, чего мы хотим. Поняли? Вы не об этом говорите. Ребята, я вам сейчас объясню. Не хотел я тут рассказывать на весь город Мариуполь, но придется. Позавчера мы только вернулись из России. Я и мои товарищи. Мы туда отвезли ваши подписи. Все подписи было 8 тысяч. Это вам ответ на то, хочет Россия нас или не хочет. Они нас встречали с распорстенными руками. Они взяли наше обращение к президенту России по поводу того, чтобы мы провели референдум региональный именно нашей Донецкой области. По поводу самоопределения Донецкой области. Это вам ответ. Хочет нас Россия или нет? Россия наша общественная. Скажу вам следующее. Они ждут только наших действий. Они нам с удовольствием помогут. Мы общались со всеми, со всеми, со всеми, кто только участвовал в Крыму. Поверьте мне на слово. Они ждут и говорят, казаки сидят, сводный отряд казаков сидят и говорят, мы уже немножко засиделись, пора нам в Донбасс. Россия! 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 Европа и Америка рассматривают Украину как какую-то фирму, которая может приносить прибыль. А Россия и Белоруссия смотрят на нас как на братьев. У нас одна кровь. Никакие деньги и выгоды между государствами никогда не станет. Кроме между нами. Мы единый народ. И никогда они не останутся безразличны по отношению к нам. Они знают, как нам сейчас тяжело. Нам надо, чтобы нас услышали. Они знают, но мы должны объединяться. И тогда они к нам придут и мы все вместе покажем правильным, настоящим референдумом, кто мы. Каждый из нас проголосует и скажет. Федеративная республика Донбасс в составе Российской Федерации? Или в какой-то другой? Россия! 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 кого интересует информация Беркутовца из Милейкина, кто помогал и, так сказать, организовать. Сделано было в Киеве, в разных больницах, две операции. Мальчика с большим трудом на поезде, на поезде, уточняю, тяжело больного ребенка, привезли в Донецк. Сейчас его лечат в Донецке, в клинике. Это вот такая информация, чтобы все просто знали. Большое спасибо всем, кто помогал. После того, что творилось в Киеве, после того, что творилось в западных областях, мы не можем жить с ними нормально. Это наши враги, потому что мы здесь, в Донбассе, наводим порядок. Вы посмотрите, стоит милиция, никто ее не трогает. Там бы уже дошли, били бы горсовен, били бы все. Мы нормальные, мы добрые, мы постоянно улыбаемся. Люди, хорошие рабочие, которые работают и обрабатывают тех, которые сидят в Киеве и на западной Украине. Мы не заслуживаем того, что мы, на чем, нищее существование от получки до аванса, от аванса до получки. Мне стыдно за ту власть, которая там пришла. Вы посмотрите, обратно сидит, я ценю, обратно сидит тех, кто правил. Одни воры ушли, вторые воры пришли. Сейчас у ее ценюка, как в автомате, вот так вот челкают деньги, которые он возьмет у Евросоюза и украдет. Они нам не достанутся. Он их стырит и принесет, скажет, это мои деньги. Вы посмотрите АТБ. Это его все. АТБ это его? А чье, мое? Откуда они берут деньги? Вот расскажите мне. Они берут... Мне стыдно за залмаш, который ходит за место работы, сидит дома. На двухдневку их переводят. Я хочу, чтобы здесь во вторник вся площадь была людьми. И что мы блокировали вот эту преступную группировку, которая заселась здесь. Во главе с местным руководителем местного дворянства. Сейчас здесь люди сидят не от народа. Когда мы их избирали, они говорят, мы с вами, мы с вами на коленях просили. Поставим их на колени, чтобы они знали, кто такой народ и что такое народ Донбасса. Я считаю, что мы во вторник должны с собой прийти сюда и заставить, чтобы они проголосовали за референдум. Они сидят и говорят, что нельзя провести референдум. А почему народ не может это сделать? Пусть выражают нашу волю. Говорите всем, во вторник будем блокировать горы с полком. И каждому, кто будет выходить, депутату, будем вешать табличку. Фашист с народом. Фашист или с народом. Мы будем тетушками, если тетушки бьются за власть. Где здесь тетушки? Но мы будем ими, и мы заставим их голосовать так, как мы хотим, а не так, как они думают. Они обокрали. Вы же помните, раньше мой отец сюда приехал в 63-м году. Не было даже центрального Нермага. Пусто ж было здесь. Здесь раздала кукуруза, там капуста. Вы посмотрите, сколько построилось за 30 лет советской власти. Каждый год сдавалось по два микрорайона. Людям раздавали бесплатно жилье. Если они брали хотя бы... Хотя бы покупали жилье, за 2-3 года они его выплачивали. Тяжко было, но они получали жилье. А сейчас мне стыдно, когда люди подходят и говорят, дайте мне работу. В Мариуполе за 90-го года рабочих мест было намного больше, чем рабочих в этом городе Мариуполе. И каждый человек был обеспечен работой. И работой достойной, на которой его всегда уважали. И на которой он мог пойти и сказать, прийти в горсовет и сказать, меня ущемляют. Сейчас здесь в горсовете не пропускают, только по пропускам. Куда ты идешь? Там мне все равно, куда я иду. Я иду в горсовет. И я должен там присутствовать. И все люди должны присутствовать, прийти и сказать, я хочу сидеть там. И хочу контролировать эту преступную группировку, которая там сидит. Во главе производителя местного дворянства. Также мы требуем, во вторник хотим потребовать, чтобы все представители партии «Свобода» их полностью исключили из Донецкой области. Они пропагандируют нарциссм и фашизм. Ничего хорошего. Ничего хорошего. Они не смогут нам предложить или что-либо. А зачем мы с ними вообще будем сидеть за одним столом? Эти партии, которые сейчас нынешне у власти, «Батькивщина», «Удар», их вообще абсолютно надо убрать. Их не надо воспринимать поиск совершенно. Это никчемные партии. Кто к ним может тянуться? У нас, я не знаю, нормальных людей здесь в Горнем Брусе, которые полностью их поддерживают. У них совершенно политика ихняя не соответствует, по крайней мере, с нашим регионам. Я скажу так, если им нравится на Западной Украине там махать флагами. Они там даже партию регионов, там они выгнали. У нас еще здесь партия сидит, хотя мы тоже считаемся. Считаем, что они все предатели. И партии регионов, они все предатели здесь. Они силой выгнали. Они себе позволяют такие вещи. Мэра ставят на колени. Мы не звери. Мы знаем, что они предатели. Но, тем не менее, мы себе не можем себе такого позволить. Потому что мы русско-культурные и русскоязычные люди. Мы не будем никого ставить на колени здесь. Но мы аккуратно попросим. И скажем, мы уже не раз об этом говорили, вы все нас предали. Молча, уйдите. Уйдите, мы никто не хотим вас видеть. Нам нужна полная перезагрузка власти. Которая слышит и поддерживает каждого человека здесь. Также позвольте, мы с друзьями... С первого дня... Игорь... Игорь Лютиков. Это человек, который проработал очень много на заводе, в управлении. Мы полностью ему верим, поддерживаем. Позвольте, скажем так, это будет народный секретарь нашего народа. Это очень грамотный, образованный человек. Я хочу сказать, те решения, которые мы будем принимать, однозначно, мы будем принимать все вместе. С антифашистским комитетом, с ребятами, которые... Мы каждый... У нас есть команда, и не важно, как она называется. Мы все вместе. Мы есть... У нас есть одна идея, одна цель. И не важно, каким способом, но мы ее достигнем, и мы победим. Все вместе. Всеми жителями города Мариуполя. Все друг за другом. Однозначно, победа будет за нами. Победа! 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 Уважаемые мариупольцы, спасибо большое за доверие. Я бы хотел сказать одну вещь. 25-го числа, 10 часов, здесь будет проходить сессия нашего горсовета. Придет на сегодняшний момент уже нелегитимный мэр нашего города. Придут депутаты, которые почему-то не хотят защищать ваши интересы, мои интересы, интересы наших детей, наших внуков, наших матерей, наших сестер, братьев. В общем, всего нашего народа. Давайте не будем сейчас говорить о том, как называется какая-то группа, какая партия существует. Давайте выступим все от одной партии, которая называется народ. Народ! 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 Я попросил бы всех присутствующих прийти 25-го числа к 10-ти часам к этому зданию. Я попросил бы всех присутствующих передать всем своим друзьям, всем знакомым. Это очень важно. Если мы хотим, чтобы наша власть в Мариуполе была народной, тогда, пожалуйста, приходите сюда 10-го числа, ой, 10-ти часом 25-го числа. Не стесняйтесь. Мы будем все вместе. Когда нас будет много и мы будем вместе, мы все сделаем так, как нам нужно, а не так, как нужно на сегодняшний день фашистскому Киеву. АПЛОДИСМЕНТЫ Если мы едины, мы не победимы, если мы едины, мы не победимы, если мы едины, мы не победимы. Мы не победимы. Я был свидетелем на последней сессии горсовета. Пришли сюда ударовцы, свободовцы, вот эти негодяи и пели гимн вот это вот, что там висит, Украина, да, что-то. Вот это. Мне стыдно за нее. Они ее раздюрбанили и поют гимн какой-то. Они сказали, что День Советской Армии – это День Защитника Отечества. Они опозорили наших людей, наших дедов, которые умирали здесь, которые отдавали жизни. Они не задумывались нисколько. Они шли под пули фашистской армии и погибали. Чтобы мы жили здесь, жили здесь, в свободном Мариуполе, в свободном Донбассе. Но этот Донбасс должен быть свободный от фашизма, от кроликов, зайчиков и всех, которые там сидят в парламенте. Вы посмотрите, все пришли туда. Сидит адвокат Юлия Тимошенко, дебритый, вот такая пухшая морда, Турчинов, президент. Мне стыдно на него смотреть. Сидит еще товарнякой. Кто такой адвокат? Это брехун, который учился всю жизнь брехать. Он учился в высшем заведении для того, чтобы брехать. И мы хотим от него добиться правды. И он возложил себя президентом. Да это брехло самое настоящее. Мне было приятно, когда мы выходили сюда. И здесь один человек, не буду говорить, тот. Как дал подсрачник одному из свободовцев, из ударовцев. Депутат завизжал, милиция, милиция. А милиция молодец, посмотрела, сказала, ну придурок. Мне было приятно. Была бы видеокамера, хоть бы засняли. Каждому ударовцу по жопу. Каждому свободовцу свободный пинок по жопу. И пусть уходят туда, откуда пришли. Мы их не выбирали. Мне стыдно, что они сюда пробились. Как они пробились, я не знаю. Может быть купили, может быть еще что-нибудь. Но мне стыдно, что они там присутствовали. Спасибо. Вот, ребята, выступал настоящий коммунист. Наш Володя, он является членом коммунистической партии, городской организации. Дорогие мариупольцы, посмотрите на небо, на эту ясную погоду. Есть пословица, что в народе, то и в природе. Сколько было у нас митингов, и все проходили вот в такую же ясную погоду. Посмотрите, что делается с Америкой. Ее засыпает, заливает морозы минусовые. Это говорит о том, что Господь Бог с нами. И Он будет нам помогать. Он не заинтересован в том, чтобы мы жили так, как мы сейчас живем. Поэтому, дорогие мариупольцы, я очень рада, что я и вы вместе. И чем больше будет нас таких, тем больше мы добьемся от нашей власти, хронтовской власти. Нам надо ее сбросить и поставить наших ребят, обыкновенный народ, такие же, как и мы. И чтобы ими исполняли волю народа, но не волю фашистующих элементов. Спасибо. Мариупольцы, говорите всем, что 25 числа мы во вторник вместе должны поменять нашу местную власть. А потом будем действовать дальше. Мы должны быть, во, кулак, чтобы они нас испугались и сами убежали, как крысы с тонущего корабля. И еще такой небольшой момент. Ну, он может не своевременный. У тех все яйценюки, клычко в очко, как Донбасс кричал. Тут была женщина выступала, сонька золотая ручка, с косой которая. Всем надо высшую меру наказания. Расстрел. Расстрел всех. Никого не жалеть, ни в плен не брать. Пусть за пролитую кровь, за разрушенную Украину. Они отвечают, как положено, по закону военного времени. Я ценю, кричал, кулю в лоб, так вот ему кулю в лоб. Запрещать полностью все националистические партии. Не должно их существовать нигде и никогда. Да пусть они там у себя создают на Западной Украине, что угодно. Говорят, их запугали. Да я не знаю, как их запугали. Киев приносил, извините, еду, теплые вещи. Кричал, браво. А теперь обосрались. Сами заварили, хай сами распирают. Это все. Мы должны своих поддержать. Своих тут кормить, поить, одевать и обувать. Которые за нас с вами. За народ. Во вторник еще раз призываем. На 10 часов, чтобы было нас гораздо больше, чем сейчас. Очень вам просим. Знакомым, родственникам, друзьям, сослуживцам. Говорите, звоните, объявляйте. 25 число. Назад уже шага нет. Только вперед, чтобы мы провели референдум и определились. Чем быстрее уберем местную власть на местах, тем лучше нам будет всем. Да, возможно, сначала будет нам трудно. Никто же не говорит об этом. Да, возможно, станет и производство. Оно уже становится. А залмаш почти уже стоит весь. Ничего. Я лично 4 месяца уже без зарплаты. Еще столько же посижу. Обойдусь. Люди помогут, если на то пошло. Но мы должны быть вместе. И 25 числа убрать отсюда всех предателей. И эту хунту продажную, которая думает черти о чем. Только не о нас с вами. Они думают не о нас. Они думают о своих кошельках, которые могут у них забрать. Мы им от одного места. Придите сюда во вторник. И мы вынесем этот горсовет. И всех депутатов, которые сидят. В том числе от удара. И от всех от свободы. И от предателей. От партии регионов. Которые увидели, что жареным запахло. И сдались. Развинули ноги. Нате, берите, нам и булки расставили. Стыдно. Мне стыдно за то, что мы выбирали таких депутатов. Которые продажные. Которые думают только о своем кошельке. Надо думать о народе. Надо поднимать предприятие. А завмаж, который лежит. На двух девку перевели. Стыдно. Люди говорят, а как жить? Они говорят, мы будем ходить на работу. Сюда надо ходить, а не на работу. Вот это должна быть их работа. Каждый день завмаж должен быть здесь. Во вторник, я считаю, весь завмаж должен прийти сюда. Вот это будет поле полностью заполнено. И они будут выходить под нашим надзором. И будут спрашивать, кто ты? Негодяй или с народом? Негодяй или с народом? И я могу сказать, тогда они будут за нас голосовать. Только заставить мы можем. Упросить никогда. Я сейчас хочу обратиться к средствам массовой информации города Мариуполя. Так, к нашим местным телеканалам, к нашим местным газетам. Не поддавайтесь Киеву. Не надо, не надо опубликовывать неправду. Мы вас просим, покажите правду. Чтоб все знали правду. Не продавайтесь, не продавайтесь этим, этой нелегитимной власти. Здесь народ. Мы все знаем правду. Зачем вы это делаете? Еще это очередная просьба. То же самое, сайт 0629, все местные газеты, телевидение. Мы ничего больше правды у вас не просим. Неужели это много? Кто? Мы знаем, что сейчас у вас поступил приказ. Непосредственно здесь от Хатлубея. Что необходимо показывать ту информацию, которую ему приказал этот нынешний губернатор Тарута. Мы об этом знаем, что Тарута Хатлубея приказал о том, чтобы посетить все газеты, телевидение, для того, чтобы они подавали в информацию то, что им необходимо. Мы сейчас просим вопроса, показывайте правду. Как оно есть на самом деле? Неужели это много? Пожалуйста, услышьте нас. Потому что мы знаем правду. Мы хотим, чтобы еще вы узнали и показали всем об этом. Потому что мы пытаемся как-то в интернетах, вылаживаем ролики, всевозможными случаями, но они переворачивают вверх ногами. Вспомните, когда мы машину, останавливали машину с оружием, что сказали по телевидению в Киеве, что эти россияне приехали, что мы здесь все за деньги стоим. Но мы-то знаем, что нам никто не платит. У нас есть идея и есть правда. И это факт. И они переворачивают вверх ногами эту ситуацию, которая у нас происходит. Но нам смешно, потому что мы знаем правду. И мы знаем правду. Вы знаете, я не решалась сегодня выйти. Накипело. Действительно, накипело. Я говорю, накипело сил нет. Ребята, со СМИ мы бороться не можем. Как не включишь, они пляшут и рекламируют. Давайте мы от них откажемся. Давайте не портоваться их услугами. Прекратим поздравлять наших близких и родных с днем рождения. Пусть нахрен они банкротятся. Да, они уже через месяц закроются сами. Мы свое СМИ откроем. Давайте экономически их разрушать тогда, раз они нас не поддерживают. Боятся. Они боятся. У нас еще нет военного положения в Мариуполе. А они уже боятся. Пошли тогда вон. Плакировать их. Не смотреть. Не поддерживать. СМИ, вы услышите, что вам сказали? Если вы будете показывать одну брехню, то вас... Если вы не будете с народом, то тогда народ придет к вам и заставит показывать народ. На правду. Народ правду требует от вас. Я когда вас смотрю, мне стыдно смотреть на Сигму, на МТВ, на ТВ-7. Проданные всем. Может быть, репортеры и не проданные они снимают. Но тот, кто там сидит, они проданы и получают деньги, обрезают то, что говорит народ. Они обрезали до свидания. Мне стыдно до них. Я считаю, что народ должен прийти к ним и заставить их показывать то, что надо. Потому что это народное телевидение. Это свободная пресса, как мы говорим. И пусть показывают свободу, которая здесь собирается. Свободных людей, которые сюда приходят каждый день. Я вас прошу еще раз. Во вторник приходите сюда. С десяти. Я не знаю, во сколько закончится сессия. Я буду рад видеть. Я хочу, чтобы здесь было полностью все заполнено. Говорите всем. Соседям своим. Бабушкам, дедушкам. Своим отцам. Своим внукам. Пусть они знают, что да, действительно, здесь собираются свободные люди. Свободный Донбасс. Мне было приятно, когда я призвался в армию. Пришел, а мне говорят, ты из Донбасса. Меня начали уважать, потому что я был из Донбасса. Потому что это действительно шахтерская и металлургическая столица. Донбасс – это шахтерская и металлургическая столица. Потому что только здесь серьезные люди. Но мы мирные люди. Но нас доводят до ручки. Уже надоело, когда живешь от получки до получки. Вот это мне стыдно. Когда начальник цеха, когда при советской власти получил 500 рублей, это было хорошо. Сейчас они получают по 100 тысяч. Стыдно, стыдно, стыдно. Они наводят порядки на комбинате Ильича. Стэндики рисуют. А комбинат Ильича из-за сталь лежит в разрухе. Они скажут потом – режьте. И мы взозьмем, молча порежем. Забирать надо эти предприятия у них. Это плохие собственники. Народ должен владеть этими предприятиями. А за умажь должен быть народным. Велича народным. А за сталь народным. Я еще хотела сказать пару слов о СМИ. О 0629. Что они о нас пишут? Как они выставляют, что у нас выходит 150 человек от Мариуполя про российский митинг? Разве это там? Самый большой митинг на 8 марта был, который написали, 500 человек было. И тут туристы российские. Комментарии, которые они пишут о нас. Убрать 0629. Неприятно, что меня называют российским туристом. Хоть чуть-чуть, но с родиной. Самое главное, во вторник мы должны четко выразить свою позицию. Она у нас есть. Во вторник в 10 часов давайте придем все вместе и покажем. Я так скажу аккуратно. Мы сделаем так, что нас услышат. И не дадим им выбора. Придем во вторник и помянем эту власть. Я за нее сам вечером выпью. Спасибо за поддержку. Все друг за друга. Только так. Давайте набираться силы во вторник. Уже все вместе сюда придем. И будем тут показывать. Данбасс вместе! Данбасс вместе!